Сегодня мы продолжаем серию роликов о мягких кораллах и речь пойдет о ярком, красивом, эффектном коралле Зантусе. Всем привет! Меня зовут Денис, мы находимся в городе Одесса. Я представляю аквариумную студию 2CRABS. Более 8 лет я содержу морские аквариумы, а точнее где-то с 2013 года. И на протяжении всего этого моего опыта морского аквариумиста у меня жили такие кораллы как Зантусы и Политои. Одна из первых историй, которые я узнал об этом коралле, это о том, что яд, токсин этих кораллов использовали индейцы в охоте, в войне. То есть они намазывали, добывали эти кораллы в море, в океане, намазывали свои стрелы и, скажем так, охотились с ними на гич или своих сородичей. Да, кораллы Зантусы и Политои очень токсичны, но соблюдайте минимальную технику безопасности и с вами будет все хорошо. 8 лет, я еще жив. Прямо сейчас подпишись на наш канал и поставь лайк. Зантусы и Политои. В чем разница? Ну, в основном разница в размере полипа, то есть Политои намного крупнее Зантусов. Они для меня не такие яркие, хотя среди них тоже есть очень красивые яркие формы. И Зантусы мелкие, более яркие, менее токсичные по отношению к другим кораллам в вашем аквариуме. Зантусы это на самом деле довольно универсальный коралл. Их можно содержать как в маленьких наноаквариумах, так и в больших системах. Единственное, в больших системах нужно ставить колонии побольше, потому что какая-то маленькая колония, она просто там потеряется. Зантусы любят хорошее среднее течение. Зантусам нужен свет. Но смотрите, Зантусы могут жить как при низком освещении, так и при высоком. Только при низком освещении колония будет более рыхлая и какие-нибудь там реснички у них будут более длинные. При более интенсивном освещении колония будет более сбитая, такая яркая, красивая. Также не забываем про спектр освещения. То есть спектр при более бедном спектре они будут выглядеть не так эффектно. Чем у вас богаче спектр с более насыщенными разными там цветами, тем естественно колония Зантуса будет выглядеть красивее, ярче, эффектнее. Рыба. Какие есть рыбы, которые несовместимы с Зантусом? Ну это прежде всего маленькие всякие центропии, которые могут подкусывать колонию. Это могут быть какие-то крупные ангелы. Это могут быть всевозможные бабочки. Даже тот же Хелман будет пытаться, наверное, подщипывать полипы. И еще Хипатус, даже Хипатус, который живет у вас в аквариуме, когда вырастает до определенного размера, он начинает подщипывать колонии Зантусами. Поэтому присаживаемся возле своего аквариума, наблюдаем несколько часов за тем, что происходит. Если вы видите, что рыба проплывает и там подкусывает колонию Зантусов, значит нужно что-то с этой рыбой решать. И вот еще Тарас Николаевич поделился со мной своим опытом. Он говорит, что у него в аквариуме лисица подъедала колонии Зантусами. Поэтому смотрите, большой спектр рыбы, которая может их подъедать. То есть это и хирурги, и бабочки, и ангелы. Поэтому смотрим, наблюдаем. Также некоторые виды креветок, такие как, например, секси-шримп, могут тоже подъедать колонии Зантусами. Поэтому, если вы хотите содержать эти красивые кораллы, думаем, что вы садите в свой аквариум и кого с ними содержите. Условно поделим Зантусы на две группы. То есть это брендовые и небрендовые. То есть что такое небрендовые Зантусы? Это те, которые приехали с природы, те, которые разошлись потом по вашим аквариумам. Те, которые не имеют описания, не имеют присвоенного имени. И зачастую такие кораллы намного бледнее, чем те кораллы, которые идут с брендом. То есть что такое брендовый коралл? Это коралл, который приходит на какую-то большую базу, допустим, на американскую, которая занимается разведением и аквакультурой. Там они видят, что это какой-то очень крутой полип. Он там может быть один среди этой колонии. Они его вырезают, они его вводят в аквакультуру. То есть они его размножают, присваивают ему название. Например, вот как раз-то очень красивые Зантусы. То есть у них есть конкретное описание, какого цвета у них реснички, какого цвета у них серединка, какого цвета у них внутри вот этот глазик. И все. И мы знаем, что этот Зантус называется Раста. Его там нашли и ввели в аквакультуру там VVC Coral. И мы, значит, уже готовы покупать этот Зантус, потому что при любом свете, практически в любом состоянии, он будет красивый, яркий, зеленый, вот такой, как он должен быть. Вот, в принципе, и вся разница. То есть Зантус и Ноунейм тоже могут быть, на самом деле, какие-то яркие. Но те, которые имеют название, те, которые как бы уже в аквакультуре, они намного ярче, намного эффектней. И вы, ну, когда покупаете, вы покупаете как бренд, да, который узнаваем, который будет у вас в аквариуме, скорее всего, такой же, как заявлен на картинке. Как выбрать себе какой-то красивый Зантус? Ну, аквариум, он ограничен, то есть место ограничено. Соответственно, лучше взять несколько видов ярких, несколько колоний, чем набрать там 5 не очень дорогих, но они быстро разрастутся, захватят ваши, как бы, ваши камни, и вы потом будете не знать, как от них избавиться. Поэтому лучше заплатить за небольшую колонию, ну, каких-то там ярких, вот я же говорю, раста, мандарины, гоблины, то есть на самом деле таких ярких, красивых Зантусов, ну, те, которые можно купить, допустим, в нашей стране, их не так много, то есть их там до 10 разных всяких видов. Поэтому лучше выбираем какой-то красивый, яркий Зантус, потихоньку выразращиваем, чем мы зарастим все какими-то, ну, скажем так, полуяркими Зантусами, и потом будем не знать, что с ними делать, как от них избавиться, с какими проблемами мы сталкивались в процессе содержания Зантусов. Ну, наверное, давайте, самая основная и страшная болезнь для Зантусов – это Оспа. То есть это на ножке Зантусов такие белые, белые точечки, их видно, когда колония закрыта. То есть это болезнь, которая может поразить всю колонию, она умрет и перекинется на другие колонии. Она лечится купанием в ванночках в метронидозоле, причем всей колонии, и желательно всех Зантусов, которые есть у вас в аквариуме, даже которые не больны визуально. Но уже надо купать все для того, чтобы избавиться от этой, как бы, болячки. Еще с чем мы сталкивались – это голожаберники. То есть мы когда-то получали Зантусы с Вьетнама, и вот с ними пришли голожаберные моллюски, которых мы не сразу обнаружили, хотя мы эти колонии купали и все там делали, как положено. Но через две недели вылупились такие небольшие голожаберники, которые потихоньку кушают Зантусы. Зантусам все хуже и хуже, поэтому наблюдайте. Если Зантусы закрылись, что-то происходит, обязательно обратите внимание, ничего не лазит на них, нет ли каких-то точечек, ну, что там происходит. Потом еще есть бактериальные болезни. Бактериальные болезни могут возникнуть в процессе, допустим, механического воздействия на Зантус, та же рыба начала щипать, или вы там щеткой решили почистить какие-то обрастания, Зантус закрылся, Зантусу стало хуже, то есть на нем пошел такой коричневый бактериальный налет. Тоже желают достать из вашего аквариума и покупать их в растворе Бетадина. Может быть один раз, может несколько, то есть уже надо смотреть по ситуации, как колония будет после купания себя вести в вашем аквариуме. Также, если в вашем аквариуме завелись какие-то цианобактерии, они пытаются накрыть колонию Зантусов. Зантусы быстро, быстро им становится плохо, то есть я в такой момент обдуваю колонию Зантусов. Также есть препарат, называется Чимиклин, очень хорошо помогает от цианобактерий. И вот что было замечено, даже когда в аквариуме нет цианобактерий, но какие-то проблемы с Зантусами, вы добавляете препарат Чимиклир, и Зантусам за буквально несколько дней, или в тот же день, становится намного лучше и круче. Поэтому пользуемся этим советом. Препарат Чимиклир. Препарат Чимиклин. Также мы в описании оставим ссылки на ресурсы, на Рифт Централе, где есть много статей, очень полезных, хороших о Зантусах. А еще мы оставим ссылку на интервью Виталика Гринтор Москов у Джен Лен, девочку, Ник Джен Лен. Она тоже занималась раньше и сейчас занимается разведением, культивацией разных крутых Зантусов. Тоже есть интервью, оставим описание. Кому интересно, смотрите, подчеркивайте, подчеркивайте там информацию. Садим мягкие кораллы, насыщаем свой аквариум красивыми мягкими кораллами, садим Зантусы. Зантусы очень красивые, очень яркие, их много есть красивых видов. Выбираем лучше яркие брендовые, типа Расты, Мандарины, Гоблин on Fire, чем какие-то более блеклые, так как аквариум ограничен, запомним это. И покупаем эти Зантусы обязательно у проверенных поставщиков. То есть что это значит? Человек обязательно должен показать большую колонию, взрослую, как она выглядит. Потом обязательно должен вам показать ту плашку, которую он вам продаст. И лучше, чтобы на этой плашке было минимум где-то 5 Зантусов. То есть колония ни с одного, ни с двух. То есть когда уже 5, это большая масса, она более жизнеспособная. Поэтому выбирайте такие кораллы. И когда мы принесли колонию с Зантусами домой, обязательно осмотрели плашку, обязательно вычистили все, что нам не нравится. Желательно поместить ее через какой-то карантинный аквариум, чтобы посмотреть на нее пару дней, так как между полипами Зантусов может затаиться какая-то мелкая абтазия или еще что-то. То есть в течение пару дней она проявится, и вы ее удалите или уничтожите. Ну и вообще как бы желательно срезать Зантусы с старой плашки и переклеить на вашу новую, чтобы наверняка ничего не занести лишнего к себе в аквариум. Подписываемся, ставим лайки, смотрим наше видео дальше. Дальше будет больше, больше, больше мягких кораллов. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.